Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня, как я и обещала, мы будем делать мне коррекцию, потому что я сделала ноготочки себе ровно месяц назад, и уже пора переделывать. Мне на самом деле не надоел цвет, цвет надоел больше моим подписчикам. Как я и обещала, сейчас мы пойдем в магазин, выберем все новые инструменты, новые гейлаки, наклеечки. В общем, посмотрим где, что, сколько стоит, а потом приступим непосредственно к процессу. Ассортимент магазина меня расстроил. К сожалению, новогодние дизайны еще не прибыли, так мне объяснили консультанты. Но есть вот такие вот стразы, их можно использовать, как новогодние, и куча цветных гейлаков. А этот гель в начале своей работы я считала, что он просто ужасный. На самом деле, просто я не умела им пользоваться. И вот этот, кстати, тоже. Правда, цвет его мне не очень нравится, но его тоже я использовала. Что касается ассортимента наклеек, за которыми я как раз-таки и приехала сюда, он оставляет желать лучшего. Ну, сами посудите, что за ерунда. Очень не понравилось, поэтому взяла совсем немного. А это, кстати, и новогодние. Как-то они меня не впечатлили, если честно. Но вот это еще ничем. Так, взяла всего очень мало. Самое главное, взяла пилочки. Это Kodi OPI. Как всегда, беру 100 на 180 грит. Взяла, чтобы не запариваться, сразу много. Что меня разочаровало, сразу хочу вам показать. В следующий раз вы просто проверяйте такие моменты. Смотрите, как отходит вот эта пленочка вместе с наклейкой. Очень некачественная. Ну, что поделать. Стоило всего 2 моната, но, в принципе, там в магазине все вот эти наклейки стоили приблизительно одинаково. Мне очень понравился цвет. Вот такая вот геометрия. Очень понравилась. Но, к сожалению, качество оставляет желать лучшего. Также взяла такой топ. Взяла базу от Blue Sky, как всегда, которую использую. Взяла праймер. Дальше еще один топ, который сейчас у меня в открытом состоянии, на запас. Такую базу. Берем полотенце. Обязательно нам понадобится лампа. Как же без нее? Давайте сегодня попробуем новый топ, который я купила. Сегодня. Базу новую. И, конечно же, новый праймер. Протестируем все это дело. Хотя эти два средства я уже миллион раз пробовала. Они у меня были. И берем одну из пилок. Возьмем коди. Это сюда. А вот это здесь. Не люблю потом ходить и искать, где база, где топ. У меня все должно быть подготовлено до начала процесса. Дизайн. Я, конечно, не в восторге. Но попробуем что-нибудь придумать. Такой вот органайзер для всех остальных принадлежностей. Тоже куда-то поближе. Здесь абсолютно все, что нам надо для покрытия. Вода, потому что слайдер у меня переводится с помощью воды. Вот сюда убираем. И вот такие вот огромные ножницы. И, конечно же, фреза. И, естественно, лампа. Кажется, что она грязная. На самом деле она не отмывается. Это просто клейкая лента, которую я приклеила, а потом никак не могу отклеить. В общем, она в таком состоянии уже давно. Так, приступаем к работе. Время уже час дня. Я думаю, что где-то за два часа я управлюсь. Такой небольшой дисклеймер. Ребят, я не профессионал. Не претендую на звание супермастера ногтевого сервиса. Я просто любитель, который делает сама себе ноготочки и маме. И показывает это вам, дабы смотивировать вас тоже. Почему нет? Зачем красить ногти лаком, если вот так вот просто можно сделать кель-лак и ходить прям месяц. Поэтому, хейтеры, успокойтесь писать комментарии, что Айка сделала что-то не так. Я не претендую на звание такого, знаете, супермастера и не обучаю. Я просто показываю, как это делаю я. Итак, первое, с чего мы начинаем, необходимо снять старое покрытие. Я буду это делать, как всегда, вот такой вот фрезой керамической зеленой насечкой. Она очень удобная, это как раз новая, снимает быстро, снимает очень хорошо. Я специально ставлю максимальные обороты и вам советую так делать. Иначе ногтевая пластина перекрывается и немножко жжет. Иначе ногтевая пластина перекрывается. У меня, к сожалению, пылесоса нету, но покрытие я уже сняла, как вы видите, до базы. Мы будем опиливать края и делать форму острой. Я не знаю, как правильно называется эта форма. Для начала нужно убрать кутикулу, сделать маникюрчик. Это я буду делать за кадром. Пока что ногти выглядят так, а вот я не могу решить, оставлять ли длину или нет. В принципе, длинные ногти мне нравятся, но не уверена, что так будет удобно. Так, я придала форму. Пока что все вот в таком вот виде. Немножко донарастила этот край. Еще нужно опилить, убрать кутикулу. Сомневаюсь насчет дизайна, не знаю, какой цвет делать. Хочу что-то нюдовое, что-то такое постельное. Но пока точно не решила. Гляньте, какой у меня здесь помощник. Спит мой сладкий. Я делаю ноготочки, он здесь лежит. Не может без меня мой сладкий, а я без него. Так, ногти у меня сушатся. Не теряя время, я уже выбираю цвет моих новых ноготочков. Я остановилась на вот этих трех. И не знаю, какой из них выбрать. Решила что-то такое спокойное и нюдовое сделать. Сейчас вам открою, покажу, какие они. Первый оттенок, второй и третий. Не обращайте внимания на консистенцию. Их просто нужно перемешать. Вот я думаю, между этим и вот этим. Наверное, остановлюсь все-таки на этом. Так, переводные наклейки мне очень понравились. Посмотрите, как красиво смотрится. Как будто я прям взяла гель-краску и нарисовала. Думаю, может что-то добавить и на этом ноготочке. Я еще буду выравнивать блики топом. Так что не переживайте, ребята. В общем, вы берете наклейку, макаете в воду, а потом на ноготь. Сейчас будем покрывать топом. Мне безумно нравится. Но, к сожалению, не все наклейки, они пригодны для использования. То есть, большинство, они просто в ужасном состоянии. Клей уже на клеенке. Поэтому, то есть, придется только половиной пользоваться. Так, почти закончила уже левую руку. Посмотрите, какие блики у меня получились. Новый топ просто бомба. Посмотрите, как он блестит. Дизайн тоже очень нравится. Даже маме понравился. В следующий раз маме тоже что-то такое будем делать. Осталось вот здесь срезать кутикулу, обработать ее. И вот этот ноготочек, конечно же. А здесь небольшой перерывчик в виде чая с вкусняшками. Белый шоколад Альпин Кольд. И вот такие вот шоколадные вкусняшки. А мой ребенок продолжает здесь лежать, пока мама делает себе маникюрчик. Да, моя сладость. Да, моя жизнь. По мне получилось очень круто. Вот думаю, насчет страз вот сюда. Большой палец выглядит вот так вот. Честно, я очень довольна. Мама говорит, почему не сделала ничего новогоднего? Потому что у меня просто не было наклеек каких-то новогодних. Поэтому решила вот такую вот классику. Подо всем. Два часа сижу, делаю ногти. И все два часа вот этот вот сладкий пирожок сидит со мной. Ну, несчастье ли это? Если у вас есть желание, думайте, заводить котенка или не заводить, однозначно стоит. Смотрите, какой он преданный, какой он хороший. Приходит и сидит вместе со мной. Мне не скучно делать ногти. Короче, я закончила. Получилось вот так вот. Эта правая рука, она получилась более аккуратной, чем левая. Так всегда бывает. Но, в принципе, здесь тоже неплохо дела обстоят. Смотрите, какие красивые блики. Вы просто гляньте, какая красота. Не знаю, может мне так кажется, потому что это сделала я. В общем, дизайн и вот эти слайдеры обалденные. Немножко сложные в работе. Ну, а так пушка. Дизайн и вот эти слайдеры обалденные.